так ну что лайф-влог от бродяги я сейчас в бейсменте у меня здесь уборка перестройка очень много каких планов нужно сделать до конца февраля потому что в марте уже начинаться сезон мне будет не до уборок не будет не до ремонта в самом магазине поэтому делаем сейчас такую уборку и реконструкцию в общем планов очень много сейчас какие планы вам сейчас объясню что здесь нужно делать чем мне нравится эта работа я уже говорил об этом тем что мне дают волю моим желанием то что я хочу делать вот я захотел по убираться закрылся магазин закрыл магазин ну и убираю здесь нужно какие-то там товары подготовить я подготавливаю пишу список пишу план что нужно какие купить в общем шмотки товары игрушки там ну в общем как знаете не знаю как это объяснить как сам как сам себе хозяин вот мне такого права не давали быть сам себе хозяином где я работал я имею в белоруссии места мне нигде такого не давали чтоб как вы подумал так и сделать надо это как бы и ответственность такая перед собой даже не перед тема перед собой общем вот это все нужно вот этот бардак нужно будет сейчас это в одном выяснить его убирать я в общем готовлю сейчас один магазин сейчас все сделаю уберу по выношу что в мусор мусор то что нужно будет даже от обычные какие-то дощечки до хозяину всегда нужны но я веду мне они всегда понадобятся где-то что-то подложить это что-то сделать обычно такая точечка мы ее не выбрасываем и и оставляем только который мусор он реально он даже эти как манекены он лежат некоторые нужно по выбрасывать некоторые оставить их нужно будет сделать в общем ну в общем вот такое ладно один бейсмент я показал сейчас покажу 2 короче и что какие планы у меня нужно будет сделать в общем хочу перенести компрессор потому что компрессор находится возле кассового аппарата и он как вы знаете гудит на все и это сбивает покупатели пугает в общем очень сильно пугать покупатели пуг пугает и не знаю студентов которые были работали поэтому я хочу купить трубку на компрессор и бросить его в дальний короче угол ну я думаю вы поняли от собой машины провести трубку и компрессор туда вдаль комнаты чтобы он не мешал в общем такие потом переделать нужно стену называется slot wall стена нужно ее тоже будет переделать полностью я веду обрезки вы сейчас покажу обрезать ее нужно будет и поставить slot wall короче там ну очень ладно занимаемся потому что времени у нас вообще в обрез я просто сейчас покупатели нет поэтому магазин закрыл и смысла нету поэтому лучше с пользой провести время с уборкой совсем и подготовкой к сезону ну в общем вот такой вот видите бардак этот надо сейчас все пособирать по убирать это почему такой бардак потому что когда я трубу сам делал здесь вот она труба обрезал я металлическую как помните по прошлым видео и ставил пластику сюда не течет все отлично все отлично сделал поэтому вообще нигде не подтекает все отлично вот она труба поэтому так вот все убираем пластик ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, вот так это все получается. Вот мусор, надо будет сейчас его позаметать. Остался мусор брать здесь. А так все поскладывал. То, что мне нужно, я оставил его. Ну, ведра нужны по-хозяйски. Ну, так вот. Так, один подвал есть, сейчас второй пойдем. Это лампы новые, я устанавливал в одной половине магазина. Новые лампы LED. Вот такая. Остались остатки, может где-то применю их. Ну, пускай будут пока новые лампы останутся. Сейчас я покажу, где я эти лампы установил. В общем, вот так вот. Смотрите, какая там медная трубка есть. Тоже понадобится. Ну, пока так. Пока так, а потом уже посмотрим. Реально, там что-то нужно мне здесь, отсюда. Все, дальше продолжаю. Это чья-то дальше территория, другая идет. Вон там. Некоторые скажут, нафиг тебе это все. Зачем это тебе все нужно? Ты ведь не хозяин этого магазина. Ну, как же, ребят, как это не нужно? Заодно время скоротать. И время быстрее идет. И убираешься. Самому даже приятно работать в таком, когда чистота. Вот самому даже приятно, потому что будет новый товар. Поэтому не задавайтесь таким вопросом, наверное. Ну, если вы задаваетесь этим вопросом, что зачем тебе это все нужно? Нужно для того, чтобы, ну, чем-то заниматься, я не знаю, в жизни. Что-то делать, переделывать. Короче, сам себе работаю еще. Оно и приятнее самому даже. Вот даже это не мой магазин. Без разницы. Вот даже если кто-то это не оценит, это тоже без разницы. Главное, что это вы сделаете, и вы это все оцените. Вот. Самое главное, наверное. И в жизни, наверное, самое главное, то, что найти работу, наверное, по душе. Где вы в этой работе сам себе хозяин. То бишь на себя работаете, либо на кого угодно. Но, чтобы вам давали право что-то, что-то, что-то в жизни. Все равно нужно какую-то инициативу проявлять. Типа, как инициатива наказуема, но я так не думаю, это все. Это инициатива, это ваше что-то. А не быть, короче, овощем в жизни и ничего не хотеть. Вот так вот. Бывают периоды в жизни, когда же ничего не хочется. Но бывают периоды, когда весна уже скоро. Настроение поднимается и вот так вот. Все, ребятки мои дорогие. Просто помню, работал я на заводе в Белоруссии. И вот там, да, там я согласен. Там не нужно проявлять инициативу, вообще не нужно. Потому что это все не то, что не оценится. Ну, вообще даже смысла нет от этого всего. И я, короче, на этот завод как бы ходил как на обычную работу, как на каторгу, наверное. И я не хотел реально там работать. Не хотел и не было желания что-то там, инициативу какую-то свою проявлять. Вот так вот. Как немного пожалуюсь, что у меня там в жизни было. Я как бы не люблю жаловаться, но иногда мне это как эликсир на душу. Когда работал в Бавруйске, в Белоруссии, мастером дорог автомобильных, в общем, ямочный ремонт и тому подобное. И вот я там проявлял свою инициативу. Делал на все, сто процентов то, что от меня зависит. Старался, наверное, сплотить как-то бригаду свою. Потому что я был мастером, и мне нужно было сплотить сперва бригаду. Найти какой-то подход. Конечно, были свои какие-то заморочки, но старался находить подход в бригаде. Но и, знаете, делал все на сто процентов, все, что от меня зависело. Проявлял инициативу, но в итоге просто как паршивую собаку выгнали с этого... Короче, не буду назвать, какая именно это дорожная служба. Меня выгнали как собаку и поставили другого человека. Конечно, просто не то, что обидно. Мне было до слез. Мне просто было до слез обидно то, что сто процентов делал свою работу, выкладывался, да, и это все было безрезультатно. Просто выгнали, поставили другого человека и все, и завыли. Вот это вот было неприятно. Вот это вот было просто. Не то, что неприятно, я помню, не ехал даже в автобусе, когда меня выгнали. Сказали, типа, я там с работы не справляюсь или еще с чем-то. Им прям аж какие-то эмоции меня нахлынули и чуть, наверное, все-таки слезу не пустило, не знаю, потому что было обидно. Я думаю, кто через это все проходил, это все понимает. И поставили другого человека, а человек тот, который... В общем, мама там работала в бухгалтерии, и его поставили, этого сынка, короче, меня поперли. Обидно, обидно. Вот такой вот был опыт жизни. Поэтому я не говорю то, что здесь тоже самое, в магазине могут меня выгнать, еще чего-то. Но вы все равно занимаетесь своим делом, как бы. То есть я не застрахован, и так каждый человек не застрахован. Могут любого попереть, могут любого вообще даже. И я не зарекаюсь, не зарекаюсь, что я здесь и тут буду годами там работать, десятилетиями. И буду вот такой офигенный менеджер там. В жизни, как на долгой Неве, не знаю, что вообще произойдет, и все. Всегда с вами, вот просто, ну, всегда с вами откровенен, честен. Как даже, наверное, перед самим собой. Есть какие-то моменты, которые не хочется публично, как бы, освещать. Ну, а так, как-то так. Как-то захотел с вами искренне поговорить на такое вот ламповое видео. Ну, нашел время с вами. Вообще, просто. Просто о чем-то поговорить. Для чего я же все-таки веду канал? Канал не для того, чтобы показаться, что я такой офигенный, крутой чел там. Где-то что-то там делаю, там, может, самостоятельно где-то делаю. Где-то что-то какие-то победы, неудачи или еще чего-то. Совершенно не для этого я это снимаю видео. Снимать видео для того, чтобы было больше подписчиков, либо там снимать видео для заработка. Ребят, скорее всего, не скорее всего, а точно, наверное, нет. И не для вас то же самое это видео. Это видео, как бы, вот, какой-то, наверное, архив, наверное, чисто для меня, как бы. Ну, я просто говорю, что вы сами понимаете, что все мы, как бы, не вечны. Может быть, кто-то из людей, там, либо так, посмотри, либо дети, наверное, мои дети. Вспомню, что был отец, что был вот такой, как бы, человек-бродяга. Хотя даже люди, люди по, не то, что по характеру, да, а по какому-то душевному, вот такому состоянию. Сейчас неизвестно, что творится вот в мире, да. То есть, как бы, вам так объяснить это все. Человек, наверное, все-таки по жизни, все-таки, наверное, одинок. Одинок по жизни, наверное, во всех аспектах. Потому что, рождается человек один, ну, то есть, самостоятельно. Какой самостоятельно? То есть, рождается человек, да, он рождается уже одиноким, да. Так же, наверное, и не наверное, а точно умирает так же одиноким. По сути говоря, что родные и близкие, да, ну, это тоже, если честно, люди, да. И, по сути, в жизни, вот просто, запомните, наверное, и я думаю, это вы все сами знаете, что вы в жизни никому не нужны. Никому. То есть, беспокойтесь просто за себя, да, за себя. Потому что вы реально в жизни никому не нужны. Я иногда так думаю, что выставляю видео, да, этим всем. И вот. Не знаю, что вообще, как бы будет в дальнейшем в жизни, но... Ну, по сути, это как бы такой, знаете, архив, архив обо мне. Возможно, о моей семье. Ладно, что я загоняюсь в это все? Давайте лучше о хорошем чем-то. Я думаю, поняли, что канал это чисто для того, чтобы было видео, и все. Было видео, чтобы... И я стараюсь вам показывать реально все по-честному. Не знаю. Люди не глупые просто. Люди не глупые. Люди все понимают, люди все чувствуют. Какая энергетика от человека идет, или еще чего-то. Поэтому людей не обманешь. Ну, это моя вот точка зрения. Ладно, ребят, все. Ну, такое вот у меня как бы мини-обращение. В 4 минуты или в 5. И по сути, поэтому в какой-то степени не будьте, да, как бы эгоистами, да, что для себя, для себя все. Но уделяйте себе все равно себе время. Уделяйте время. Это ваша жизнь. И вам ее жить. Как-то делиться какими-то эмоциями между собой. Между самим собой. Вот. Ну, а я делюсь с вами. Мне лично так вот... Прикольно то, что есть канал у меня. И могу с вами поделиться о чем-то. Ну, я вот не знаю, что с этим стендом делать. Это я хотел сделать. Ну, в общем, распался, развалился. Под магниты. Такой дисплей. Либо новый какой-то заказать. Либо самому как-то сделать. Переделать. Потому что он не очень старый. И закоцанный. Вот эти штучки. Это здесь был старый магазин раньше. И вот они. Какая-то компания. Риф. Это, наверное, купальники. Вот такое все делают. Вообще тоже был магазин раньше со шмотками. Купальники. Там все для пляжа очень. Нужно будет это все тоже выбросить. Оно не нужно. Эти дисплеи. Сейчас возьмем. Потому что вот этот проход, его нужно немножко освободить. Потому что могут наказать за пожарную безопасность. В общем, выбираем эти все дисплеи. И выбрасываем мусорку. Вот так вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Ну что, теперь вот этот завал нужно разгребсти будет. Сейчас, наверное, вот это все, некоторые шмотки на мусорку выбросим. Практически здесь большинство здесь на мусорку выбрасывают. Я думал в Гудвилла дать, но это в бензин катать на лобае, вот легче в мусорку. И это, кстати, этот мусор весь, который здесь, вон там. Это не мой, это еще с прошлого магазина, это до меня получается. Тут просто, не знаю, вынес вот таких вот куч, наверное, 5, а то и больше, 10, может быть. Поехали. 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 В общем, нахожусь у брата, мы будем налоги отдавать. Ладно, до скорой встречи на канале Бородиаго Режиссер. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok